Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы с вами приготовим сыр Данлоп, который первый раз был сварен в середине 17 века в Шотландии девушкой по имени Барбара Гилмар. И в связи с этим предлагаю послушать вам короткую историю. Середина 17 века, пасмурное, темное средневековье. Спасаясь от религиозных гонений, Барбара Гилмар вынуждена бежать из Шотландии в Ирландию. Там она устраивается на молочную ферму, но это сейчас мы говорим устраивается на работу. Тогда это было, наверное, как-то по-другому. Скорее всего, нанимается на работу на молочную ферму и учится готовить творожные сыры, которые в то время преобладали в производстве, в изготовлении в Ирландии, да и во всей Великобритании. Проходит 5 лет и Барбара Гилмар получает возможность вернуться в родную Шотландию, где выходит замуж за фермера Джона Данлапа. Используя накопленный опыт, Барбара Гилмар начинает выработку собственных сыров. Варит она свой совершенно уникальный сыр по технологии сборной. Вот набралась она опыта разного, и у нее получилось создать совершенно уникальный сыр с потрясающими свойствами. Сыр называют в честь своей фамилии, так как она принимает фамилию мужа и тоже становится Барбарой Данл. После того, как ферма обеспечивает сырами свое графство, на мужа ложится основная задача по выработке сыров, а Барбара занимается маркетингом. Но опять же таки, новое слово, тогда это, наверное, называлось по-другому. Отвозит сыры в Глазго. Таким образом, через торговый порт сыры Барбары начинают распространяться по всей Англии. К началу 18 века сыр Данлап получает огромное распространение. Его с удовольствием покупают на территории всей Англии. Позже, к концу 19 века, этот сыр вытесняют другие сыры. Такие, как ланкаширский сыр, который более дешевый. Такие, как чеддер, который имеет значительно более короткий срок созревания. Кстати, Данлап созревает от полугода до года. Мы будем готовить Данлап небольшую головку. И поэтому у нас будет срок созревания 6-8 месяцев. Сколько мы определим в процессе. Но я думаю, что для нашей головки 6 месяцев будет достаточно. Итак, к началу 20 века сыр Данлап практически перестает производиться на территории Шотландии, да и всей Великобритании. И только в 1989 году энтузиасты возобновляют производство такого древнего интересного сыра. На сегодняшний день сыр производится в Шотландии и имеет территориальную защиту по названию. У нас в нашем регионе, на территории СНГ, меня постоянно поправляют, я уже с этим СНГ путаюсь. В общем, у нас этот сыр купить практически невозможно. Поэтому мы его с вами сварим в домашних условиях. Кстати, готовится Данлап из коровьего молока. Традиционно Данлап готовится из непастеризованного молока. Но мы сегодня будем готовить из 30 литров пастеризованного коровьего молока. Молоко мы по жирности не нормализуем, то есть вместе со сливками пастеризуем молоко. Молоко вчерашней вечерней дойки, сейчас проходит процесс пастеризации. И любимая вами минутка рекламы. Готовим сегодня мы на сыроварне полного цикла нашей с Ларисой разработки и нашего же производства. В описании ролика вы найдете ссылочки на видеообзоры всех объемов сыроварен, которые мы сейчас производим и продаем с доставкой в любую страну мира. Также вы найдете ссылочку на сайт, где можно заказать сыроварню. Ну и обзоры по каждому отдельному объему. У нас есть 12, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 литров по каждому конкретному объему. Есть свой обзор, который вы можете посмотреть для того, чтобы ознакомиться именно с той моделью сыроварни, которая вас интересует. Наша сыроварня имеет сейчас уже вот такой вот контроллер, цифровой контроллер с сенсорным управлением и практически автоматизирована. Что еще могу сказать, комплектуется у нас полная комплектация, то есть покупая сыроварню, вы получаете в комплекте абсолютно все для варки сыра. Сыроварню, контроллер и даже лиры для нарезки сгустка. Помимо сыроварни мы производим еще много чего интересного для домашнего сыроделия. В частности, пресса для сыра. Сегодня вы будете, вот мы сегодня будем прессовать нашу головку на механическом прессе для сыра. Также у нас есть электрические пресса для сыра и многое другое. Обзоры найдете в описании. Друзья, вернусь к пастеризации. Домашняя или мягкая пастеризация делается следующим образом. Нагревается молоко до 65 градусов, выдерживается пауза 15 минут, после этого охлаждается до температуры внесения ферментов. В нашем случае это температура 30 градусов. Пока сыроварня пастеризует молоко, давайте поговорим о ингредиентах и оборудовании, которое нам понадобится для приготовления сыра Данлот. Кстати, если у вас нет сыроварни, крайне рекомендую готовить сыр Данлот и любые, в принципе, сыры, не на прямом нагреве, а используя классическую водяную баню, состоящую из двух кастрюль. Итак, друзья, помимо сыроварни или водяной бани, нам понадобится нож или лира для нарезки сгустка. Два лучших друга сыровара, это ковшик и моя любимая подружка Шумовка. Помимо этого, нам понадобится форма для прессования. Сыр Данлот прессуется достаточно большими весами. В частности, нашу головку мы будем прессовать весом до 30 килограмм. Обязательно использование дренажной ткани для сыра. Ну и, конечно же, пресс для сыра. И если у вас нет сыроварни, нам понадобится термометр. Из ингредиентов нам понадобится 10% раствор хлористого кальция, мизофильная, негазообразующая закваска, что совершенно неудивительно. В 17 веке других заквасок и не было. Да, собственно говоря, заквасок прямого внесения, конечно же, тоже не было. Использовали готовую закваску, которая была выращена в процессе приготовления сырого и естественного сквашивания молока. Помимо этого, нам понадобится молокосвертывающий фермент в любой форме. В данном случае мы используем микробиальный молокосвертывающий фермент. Большое преимущество микробиальных и растительных ферментов перед сычужными ферментами. Они прощают очень много ошибок, особенно начинающим сыроделам. Поэтому, если вы начинающий, рекомендую использовать именно такие ферменты. Если у вас уже достаточно большой багаж знаний и опыт приготовления сыров есть, тогда лучше для этого сыра использовать животный фермент с большим содержанием химозина. Друзья, напомню, набор для приготовления сыра Dunlop, а также отдельно ферменты, закваски, хлористый кальций и все ингредиенты для приготовления сыров вы можете купить. В интернет-магазине Craft Store у нас самый большой выбор в Украине ингредиентов для домашнего сыроделия. Помимо отдельно любых ингредиентов, красителей, ферментов, заквасок, культур благородной плесени, вы найдете также огромное количество готовых наборов, которые созданы нами и нами же протестированы. Ссылочка на интернет-магазин в описании ролика. После завершения пастеризации нам необходимо в первую очередь удалить пенку, которая у нас активно образовалась в процессе пастеризации. Вот ее вот столько вот. После чего стабилизируем молоко по кальцию. Для этого вносим хлористый кальций в 10% растворе. Норма внесения раствора 3-4 мл на литр молока. В моем случае вношу 90 мл. Друзья, когда вам говорят, что 1 чайную ложку раствора хлористого кальция на 10 литров молока, поверьте, это ни о чем. Те нормы, которые я даю, это ГОСТовские нормы и они правильные. Вот 3-4 мл 10% раствора на литр молока и у вас всегда будет получаться отличный выход сыра. Хорошенько перемешиваем хлористый кальций и даем молоку стабилизироваться в течение 5 минут. После стабилизации по кальцию вносим мизофильную закваску прямого внесения. Порошок закваски рассыпаем по поверхности молока. После этого даем паузу минут 5, для того, чтобы закваска регидратировалась. Далее, друзья, хорошенько перемешаем закваску по всему объему молока. Я включу мешалку с реверсом на 2-3 минуты. Если нет мешалки, берете нашу подружку шумовку и интенсивными движениями, тут ключевое слово интенсивными, надо равномерно распределить регидратированную закваску по всему объему. Интенсивными движениями снизу вверх перемешиваем молоко. После этого накрываем его крышкой и оставляем для повышения кислотности на 50 минут. При этом поддерживаем температуру 30 градусов. До встречи через 50 минут. Далее, друзья, вносим молокосвертывающий фермент. Важно заметить, что фермент в любой форме, независимо от того, в сухой он или в жидкой, за 10 минут до внесения разбавляем в 50 мл пастеризованной воды, охлажденной до комнатной температуры. Вносим фермент. Я поторопился снять мешалку, можно было перемешать мешалкой. Так как мешалки нету, тщательно, ключевое слово тщательно, перемешиваю с помощью шумовки. Включаю секундомер. И далее нам надо определить время формирования сгустка. Так как мы не используем pH-метр и не контролируем кислотность, то будем определять время формирования сгустка по методу вращающего цилиндра. Для этого у меня есть простерилизованная кипятком крышка. Я хорошенько перемешиваю фермент и помещаю крышку на поверхность молока. Сейчас крышка совершенно спокойно крутится по молоку. Каждые 5 минут проверяю крышку. Ну и засекаю время. Через 12 минут имеем вот такой вот эффект. Крышечка прилипла к поверхности молока. И когда ее пытаешься сдвинуть, она возвращается, как бы на резинке. Значит, наступила точка флокуляции. Применяем мультипликатор или временной коэффициент 3. Получаем 36 минут. На оставшееся количество минут, то есть на 24, оставляем сгусток созревать, при этом поддерживая температуру 30 градусов. По окончании расчетного времени созревания сгустка, приступаем к постановке зерна. Будем делать постановку в 3 этапа. В первую очередь нарезаем сгусток на полоски. Размером примерно около полутора сантиметров. Точно вымерять линейкой не обязательно. То есть все, как бы на глаз, совершенно спокойно можете эту процедуру делать. На самом деле зерно может быть либо крупное, либо мелкое. В данном случае нам надо получить достаточно крупное зерно. После того, как разрезаем сгусток на полоски, оставляем его отдыхать на 5 минут. Следующим этапом нарезаем полосы, которые мы нарезали до этого, пемпендикулярно предыдущим надрезом, чтобы получились столбцы. После нарезки опять оставляем сгусток отдыхать на 5 минут. Через 5 минут имеем вот такую вот картину. Столбцы, которые мы нарезали, подсели под слоем сыворотки. Самое время приступить к горизонтальной нарезке сгустка. Я это буду делать с помощью лиры. Если нет лиры, тогда, друзья, вооружайтесь ножом и делайте надрезы под углом 45 градусов. Таким образом, прорезая сгусток на какие-нибудь произвольные кубики. Вот примерно так. Как я уже говорил, точность размеров нам не столь сильно важна. Оставляем отдыхать еще на 5 минут. В результате у нас получилось примерно вот такое вот зерно. Теперь надо приступать к первому этапу вымешивания. Я помещаю мешалку. Если у вас нет сыроварни и вы не пользуетесь мешалкой, тогда вы вооружаетесь шумовочкой и начинаете вымешивать зерно в течение 10 минут. В начале очень медленно. Сейчас вот уменьшу до минимума обороты мешалки. Включу ее на минимальных оборотах и пусть себе мне в течение... Себе мне, да. В течение 10 минут потихонечку вымешивает зерно. Через 10 минут имеем вот такое вот зерно. Достаточно крупное. Крупное. И края уже начали округляться. Далее наша задача в течение 20 минут поднять температуру до 36-37 градусов. При этом продолжаем вымешивать зерно. После этого, когда температура достигнет 36-37 градусов, продолжаем вымешивать зерно еще 20 минут. Всего 40 минут. А после этого я вернусь к вам. Через 40 минут получаем вот такое вот зерно. Сейчас зачерпну, покажу. Оно уменьшилось в размере, округлилось и стало более-менее равномерное. Выключаем, останавливаем процесс вымешивания. Независимо от того, мешалкой, не мешалкой. И ждем 5 минут, чтобы зерно осело на дно. После этого нам необходимо слить всю сыворотку. Я ввожу шумовку, чтобы зерно не пролетало в крам. И сливаю сыворотку до уровня зерна. Если у вас сыроварня не оборудована сливом, тогда просто берете и через друшлаг ковшиком отбираете всю сыворотку. Нам важно получить доступ к зерну, чтобы удобно было с ним работать. Сыворотку, конечно же, не выливаем. Готовим из нее итальянский сывороточный сыр рикотту. Видео, как приготовить рикотту, есть у нас на канале. А уже потом из рикотты можно приготовить прекрасный бутербродный сыр, добавив специи или чизкейк. Очень важно использовать сыворотку, именно готовить рикотту, именно в день варки сыра. На следующий день она перекиснет, и рикотта не получится. Далее нам необходимо перенести всю зерно в промежуточную форму. Именно промежуточную, кстати, застелю ее дренажной тканью, чтобы сыворотка хорошо отходила. Именно промежуточную, потому что окончательную головку мы будем формировать из пласта, который сформируем в промежуточной форме. И тут я затупил. У меня-то сыроварня со сливом. До этого у меня была сыроварня без слива сыворотки. Я мог просто пролить зерно вместе с сывороткой прямо в форму. Обычно так делают. Это называется формирование головки наливом. И совершенно идеально подходит для таких целей, когда необходимо сформировать головку из пласта. То есть сейчас, по сути, мы формируем предварительную головку, которую потом будем разрушать. Зерна получилось как-то очень много. Боюсь, что даже в эту форму у меня не поместится. Есть у меня такие... Терзают меня смутные сомнения. Ну, посмотрим сейчас. Далее нам необходимо провести процесс, который мы в приготовлении качоты называем стуфатура. То есть формировать пласт мы будем в сыроварне, в тепле. Я буду поддерживать здесь температуру 35 градусов. В одну форму у меня все не поместилось, поэтому будет две формы. Сыроварня теплая. Если бы готовили на водяной бане, то и водяная баня теплая будет. Вот. Поэтому помещаем наши предварительные головки в теплую камеру и оставляем здесь на два часа. При этом желательно поддерживать внутри температуру 35-36 градусов. Прошло два часа. Наш сыр провел в теплой камере. Я поддерживал температуру с помощью контроллера. Вот. Вы же, если работаете без сыроварни, то просто время от времени контролируйте температуру и время от времени подогревайте саму сыроварню. И, друзья, мы имеем сформированный пласт. Сейчас я его отсюда извлекаю. Вначале первую форму. Выглядит это вот так вот. Теперь нам надо его нарезать на кубики. Делаем это следующим образом. Кубики могут быть совершенно произвольные. Я обычно в таких случаях режу все это дело на кубики где-то полтора-два сантиметра. Ну, это совершенно не принципиально. Вообще, классический, классический данлап, он, ну, вообще, эти сыры, их можно рвать даже. То есть, не нарезать, а именно рвать этот сгусток. И нам сейчас надо будет все нарезать. Сейчас я быстренько этот нарежу. И нам надо будет все нарезать и посолить. Значит, как мы готовим соль? Ну, в первую очередь, соль может быть морская. Главное, чтобы она была не едированная. Потому что едированная соль остановит все процессы ферментации в нашем сыре. Вот сейчас вот за это время, которое сыр провел в теплой камере, очень сильно нарастала кислотность. Он, кстати, да, он такой хорошо кисленький. Очень сильно развивались молочнокислые бактерии и увеличивали кислотность. Значит, достаем второй наш... Слушайте, такой сгусток получился вообще. Ну, по количеству просто супер. Даже неожиданно. Так вот, готовим соль. Из расчета 20 грамм соли на килограмм сыра. То есть, у меня должно было получиться 3 килограмма. Но что-то мне подсказывает, что получилось 4. Сейчас я его нарежу на кубики. Взвешу количество сгустка и вернусь к вам. Значит, выход у меня получился 4,7 килограмма. Это рекордный выход за всю мою карьеру. Из 30 литров, конечно же, он еще будет отдавать сыворотку. Потому что, в первую очередь, мы его сейчас посолим. Солим в зерне. Как я уже сказал, из расчета 20 грамм соли на килограмм зерна. Зерно надо хорошенько перемешивать и солить вот так вот частями. То есть, если вы бухнете сразу всю порцию соли, понятно, что равномерно вам просолить зерно не удастся. Поэтому в несколько приемов, вот так вот частями, солим зерно. Оно в это время будет очень активно отдавать сыворотку. Если мы его где-то разломаем, раскрошим, совершенно ничего страшного. Не бойтесь этого. Вот так вот активненько его вымешиваем. И готовим форму и дренажную ткань. Чтобы я не забыл сказать, перед прессованием дренажную ткань обязательно смочить в горячей воде или в горячей сыворотке. Я замочил в горячей воде, потому что из сыворотки у меня варится рикотта. Так, с перемешиванием понятно. Сейчас домешаю еще, чтобы не затягивать видео. И начинаем формировать головку. Я взял самую большую форму, которая у меня есть вообще на хозяйстве. Это 5-килограммовая форма. Кстати, друзья, очень хорошие профессиональные формы украинского производства тоже продаются у нас на сайте. Обзор в описании ролика. И, как обычно, доставка в любую страну мира. Начинаем формировать головку вот таким вот образом, застелив дренажные ткани. У меня даже дренажки под эту форму готовой не было, поэтому пришлось взять меньшего размера. И вот сейчас вот у меня с ней будут проблемы, потому что она реально маленькая для этой формы. Не подготовился я к такому выходу сыра. Ну, конечно же, еще раз повторюсь, головка после прессования, а прессовать мы ее будем большими весами, она нормально отдаст еще сыворотки и потеряет весе. Ну, я думаю, вот как я сразу... Кстати, друзья, такая вкусняка. Как я сразу и сказал, около 4-х килограмм получится головка. Хорошенько уплотняем, чтобы выровнять. И вот эти вот складочки все максимально пытаемся сразу же разровнять. В общем, сейчас я ее заполню. Практически полная получилась, но это класс, я сам доволен. Конечно, понимаю, что не моя в этом заслуга, а просто хорошее молоко. Плюс техника приготовления данного сырочка, такая достаточно щадящая, нет сильного второго нагрева, поэтому выход получился большой. Накрываю дренажной поверхностью, далее поршень и помещаем под пресс на первое прессование. Первую перепрессовку я покажу полностью. Значит, первое прессование у нас весом 10 килограмм в течение получаса. Центруем поршень, одеваем сюда такой замечательный у нас есть спортивный снаряд. У меня тут шкала по весу. Вот так вот у меня будет 10 килограмм. Итак, полчаса прессую весом 10 килограмм. Через полчаса можно выполнить первый переворот и перезаворот. Не в ту сторону снимать. Следует это делать крайне осторожно. Головка еще достаточно плохо сформировалась и наша задача ее не разломать. Слушайте, у меня первый раз такая огромная головка. Это весеннее молоко. Видимо, животные после отела вообще такой кайф реально огромная. Таким вот образом извлекаем головку. Можно немножко подъесть. Вкуснота. Перезаворачиваем ее противоположной стороной. При этом стараемся как можно меньше складок. Насколько это вообще возможно. Вот таким вот образом помещаем головку назад в форму. Да стой же. У меня даже дренажки не было подходящей. И приступаем к второму прессованию. Я сразу же расскажу весь регламент прессования, чтобы... Ну, во-первых, уже поздно достаточно. Я-то его переверну, но уже за кадром. Итак, друзья. Прессуем далее следующим образом. Весом 20 килограмм в течение двух часов. После этого переворот с перезаворотом и весом 30 килограмм прессуем, оставляем прессоваться уже на всю ночь. Так, вот таким вот образом эту штуку спортивную нашу снимаем. Центруем головку. И теперь за счет рычага пресса тут чем дальше сдвигаешь, тем больше вес. То есть вот таким вот образом я помещаю на самый краешек рычага. И у меня этот диск 5-килограммовый дает вес 20 килограмм. Итак, 2 часа весом 20 килограмм. После этого переворот перезаворот и прессуем до утра. А утром я к вам вернусь и мы продолжим. На следующее утро можем извлечь нашу головку из-под пресса, взвесить ее и перейти к следующему этапу. Головка получилась такая ух! Реально ух! Первый раз такой выход сыра, как я уже вчера говорил. И такая большая головка. Вот такая вот красота. Сейчас ее на весы. 4 килограмма 68 грамм. И при этом из сыворотки у нас получился еще 1070 грамм рикотты. Отличный результат, я считаю. Помещаем головку на дренажную поверхность и приступаем к процессу сушки. Сушку будем проводить в климатической камере. О климатической камере я расскажу чуть позже. Основные параметры, которые нам сейчас нужны, это влажность не менее 80% и температура 10 градусов. Сушка займет 3-4 дня. Наша задача добиться того, чтобы сыр тактильно, вот так вот, тыльной стороной ладони ощущался холодным, но сухим. Почему нужна большая влажность? Если сушить сыр в обычном холодильнике, то верхние слои головки начнут высыхать очень быстро из-за низкой влажности, что приведет к растрескиванию головки. Поэтому критично сушить при влажности 75-80, ну, как бы, 75 допустимо, идеально в 80% и температуре 10 градусов. Каждый день переворачиваем головку два раза утром и вечером, чтобы она равномерно обсыхала. Как только мы высушим наш сырочек, сразу же вернусь к вам и мы продолжим. Через 3 дня головка обсохла. Вот так вот тактильно она ощущается холодной, но сухой. Можем приступить к покрытию. Идеально сыр дан покрывать воском. У нас на канале есть видео, как из пчелиного воска, который вот, ну, пасечников можно приобретать, можно приготовить полноценное покрытие для сыра. У меня, к сожалению, нету достаточного количества воска, поэтому буду покрывать полимерным покрытием поликоберт. Не путайте с латексом. Водополимерное покрытие поликоберт, в отличие от латекса, сделано на водной основе и не имеет резкого химического запаха. Покрывать головку будем в два слоя. Делаем это следующим образом. Покрываем головку до половины с одной стороны, после этого обсушиваем в климатической камере, переворачиваем на противоположную сторону, покрываем с противоположной стороны. Далее процедуру повторяем. Таким образом формируем два слоя покрытия. Друзья, после этого наш данло подправиться в климатическую камеру на вызревание. Опять же таки, поскольку головка достаточно большая, вызревать он будет, думаю, 8-9 месяцев. Вот такой вот срок. Я буду следить за его состоянием и уже после 6 месяцев буду определять, какой срок он будет вызревать, для того, чтобы получился правильной консистенции. Конечно же, в конце этого видео вы увидите дегустацию и узнаете о фактическом сроке созревания данной головки. Но вот мое мнение, что где-то около 8 месяцев. Далее о условиях созревания. Идеальная влажность для созревания данло по 75-80%. Температура 10-11 градусов. Таких условий лучше всего можно достичь в климатической камере. И вот тут, если у вас еще нет климатической камеры, в описании ролика вы найдете 5 видео, там, где я рассказываю, как с помощью запчастей с Алиэкспресс из обычного бытового холодильника сделать полноценную климатическую камеру. Также в описании ролика будет ссылка на наш сайт, где в разделе открытые проекты вы можете найти ссылки на все запчасти для создания этого устройства и также схему устройства, то есть как, что, куда подключать. Помимо этого, на нашем сайте CraftStore вы можете купить разные устройства для переоборудования холодильника в полноценную климатическую камеру от самого дешевого из китайских запчастей до более дорогих устройств нашей разработки, которые управляют очень многими процессами, включая кварцевание, замена воздуха климатической камере. Это уже для более продвинутых сыроделов, колбасников, которые делают полноценные климатические камеры. Ну и самое топовое у нас устройство, которое имеет веб-интерфейс и вы можете управлять своей климатической камерой со смартфона. Не только отслеживать текущие данные, температуру, влажность, но и управлять, изменять исходные данные со смартфона. Главное, чтобы было наличие интернета, включать или выключать дополнительные устройства, помимо этого задавать график работы этих устройств, ну в общем полноценное удаленное управление. И когда вы отдыхаете где-нибудь на пляжах Мальдивы или Египта, вы совершенно спокойно, имея интернет, через смартфон видите как вызревают ваши сырочки, в каких условиях. Все ссылочки в описании ролика. Друзья, а я покрываю головку, как я уже сказал, вот так вот до половины ее покрою, в климатическую камеру обсушить. Где-то 12 часов занимает обсушка. После этого переворачиваю, покрываю с противоположной стороны, опять обсушиваю. Далее повторяю процедуру, помещаю сыр в климатическую камеру и он у меня там будет вызревать. Его необходимо переворачивать. Первый месяц переворачиваем раз в день. То есть каждый день в какое-то в любое время, там можете вечером или утром каждый день переворачивать. Далее следующий месяц можно переворачивать раз в три дня. После этого переворачиваем раз в неделю и набираемся терпения. Для меня это будет достаточно долго, 8 месяцев. Для вас буквально следующий кадр, мы будем скрывать головку и проводить дегустацию. Прямо сейчас можете поставить мне за терпение лайк под этим видео. Я, собственно говоря, покрою ее, отправлю в климакамеру и мы с вами встречаемся через 8 месяцев. И весь этот достаточно некороткий промежуток времени меня терзали смутные сомнения. Сколько же будет вызревать наш данлоп? Обычно я руководствуюсь в этом деле принципом, озвученным величайшим актером, который играл роль товарища Сахова. В результате данлоп провел у меня в климатической камере 10 месяцев и готов предстать пред вашими глазами, так сказать. Давайте его вскрывать, распечатывать, резать и пробовать. Друзья, каждый день мы с Ларисой получаем сотни комментариев и вопросов от наших зрителей и подписчиков на ютюбе. И, конечно же, просто физически не успеваем на все ответить. Для вашего удобства мы создали открытую телеграмму группу. Это сообщество любителей домашнего крафта. Присоединяйтесь по ссылочке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Группа удобно структурирована, разбита на разделы и там вы можете найти единомышленников для общения, для того, чтобы делиться опытом, а также продавать продукты своего крафта и оборудования. Добро пожаловать в нашу группу. Красивая головка такая получилась. Надеюсь, что она не только красивая, но и вкусная внутри. Поэтому, друзья, историческое событие. и мы распечатываем головку. Так, разрезайся. Оба! Красотуленько! Если честно, я даже немножко в затруднении, как этот сыр правильно нарезать. Ведь он точно не ломтевой. Поэтому решил нарезать его кубиками. Как чеддер, например. Собственно говоря, по своей структуре он немножко и похож на чеддер. Такой несколько ломкий. Еще раз пересмотрел фотографии со зрелым сыром Данлап. И да, он должен быть именно такой. Вот посмотрите на фото. Сыр получился очень ароматный. С очень характерным классным таким ароматом выдержанных сыров. просто вот его нюхаешь, он сладкий. Он пахнет весенним лугом. Ну просто прекрасно. И друзья, хочу вам попробовать передать какой Данлап на вкус. Сырное тесто очень нежное. легкая кислинка, которая слушайте, у него такой яркий вкус, он раскрывается в процессе вот когда то есть вот сразу кусаешь, он один. После этого начинаешь пережевывать сыр, вкус меняется, становится я даже передать не могу. Просто магия какая-то. вот сразу немножко кисловатый. Разжевываешь, появляется сладкое послевкусие. Просто фантастика. Я, кстати, такого еще не пробовал. Невероятно яркий вкус. Туерично. Сыр крайне интересный и точно уж совершенно неординарный. он прекрасно украсит хорошую сырную тарелку. Он настолько вкусный и настолько необычное сочетание легкой кислинки в начале с сливочной сладостью на послевкусие. При этом все это дополнено очень сильным ароматом хорошего зрелого выдержанного сыра. Он немножко похож на чеддер. Но это совсем не чеддер. Хотел сказать не совсем чеддер. Это совсем не чеддер. это совершенно уникальный сыр. Причем сыр с такими вкусовыми характеристиками мы еще не делали. Вкус получился просто раскрывается как хорошее вино или как вискарь, когда в него капаешь капельку водички. Когда надкусываешь сыр, вкус один. Когда пережевываешь вкус второй. После вкусе остается вкус третий. Фантастика. А поэтому, дорогие друзья, мы с удовольствием представляем вам рецептуру приготовления этого замечательного сырочка в домашних условиях. После того, как вы сварите свой данлап и продегустируете его, выдержите, как я, 10 месяцев и продегустируете, обязательно вернитесь к этому видеоматериалу и напишите в комментах, насколько вам понравился этот сыр. Ну, а лайк за наше терпение можете поставить прямо сейчас. Друзья, конечно же, мы желаем вам вкусных сырочков. Обязательно попробуйте приготовить данную рецептуру в своей сыроварне или на своей кухне. После этого обязательно напишите в комментах, насколько вам понравился этот сыр. С удовольствием вам представляем данный сырок. Оставайтесь с нами, а мы с Ларисой готовим для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. Сыр получился очень вкусный, поэтому я буду его хобячить потихонечку, так как могу захлебнуться слюной. Спасибо за внимание, всего доброго, пока!